спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы вы знаете кто такие железные люди в спорте так называют тех кто прошел максимально жесткую дистанцию триатлона это легендарный iron man железный человек заплыв на 3860 метров велозаезд на 180 с лишним километров и полный марафонский забег все это подряд разумеется без перерывов обычному человеку без подготовки не осилить любой из этих трех испытаний а лучшие триатлонисты мира проходят их всего за 8 часов и постоянно расширяют границы человеческих возможностей эти атлеты настоящая элита мирового спорта минувшим летом санкт-петербурге состоялся фестиваль триатлона медный всадник собравший более 1100 участников это само по себе достижение найти столько людей готовых выйти на ультрамарафонскую дистанцию правда турнир проходил в формате полу айронмена который тоже очень популярен по всему миру это 90 километров на велосипеде вместо 180 и так далее по всем пунктам кажется что это намного легче но на самом деле обычному человеку все равно даже близко не подойти к подобной дистанции тогда как подготовленный триатлонист справится и с ней и с полной железной красой вопрос лишь во времени прохождения для большинства атлетов цель просто завершить забит только избранные способны бороться за хорошие минуты и часы и лишь настоящие герои устанавливают здесь рекорды это звучит угрожающе но вдумайтесь триатлон это настоящий спорт в чистом виде здесь без всяких шуток и преувеличений главное участие а вовсе не победа любой из тех кто завершил ультрамарафонскую дистанцию уже стал чемпионом именно поэтому в триатлоне всегда было принято награждать всех финишеров без исключений сейчас тот обычай распространился на все общедоступные забеги и марафоны но медаль железного человека остается особенной наградой для всякого спортсмена для всякого кто способен ее получить разумеется так что все финишеры петербургского медного всадника смогли гордиться собой и говорить я победил или хотя бы думать так если говорить и вообще что-либо делать на финише уже не оставалось сил мы вспомнили об этом летнем старте потому что на днях выяснилось медному всаднику 2023 быть причем он пройдет уже в полном формате будет и половинная и настоящая дистанция железного человека для петербургских атлетов это будет невероятный опыт некоторые люди за всю жизнь только не проходят по родному городу сколько гонщики пробегут и проедут за один день маршрут медного всадника будет несложным плавание в грибном канале у крестовского острова его длины как раз хватит чтобы спортсмены покрыли 3800 метров за два полных круга гидрокостюмы разрешены а то знаете ли не всякий рискнет нырнуть в него без защитного облачения фишка этого этапа в доступности для зрителей они смогут наблюдать пловцов с очень небольшого расстояния велогонка пройдет по зсд также в два круга разрешены как шоссейные так и разделочные велосипеды это будет самый брутальный этап соревнований сама трасса создана чтобы выдавать максимальную скорость несмотря ни на что наконец беговой этап возможно самый интересный для зрителей будет проложен по приморскому парку победы и территории цпк это самая романтическая часть состязаний ведь бегуны будут двигаться по паркам мимо памятников стадионов и вековых туристических мест города турнир назначен на середину июля так что кругом зелень а залива доносится запах моря для таких серьезных стартов требуется повышенные меры безопасности поэтому количество участников строго ограничено кто готов пусть занимает места и хочется верить что еще один медный всадник навсегда станет символом нашей северной столицы а а и а а а и а Продолжение следует...